Это тот праздник спорта, куда мечтает попасть каждый сотрудник группы Сбербанк. Подъем по карьерной лестнице, здоровый образ жизни, общение с коллегами и отдых. Вот составляющий корпоративной культуры Сбербанка. Такая зимняя встреча в Олимпийском Сочи проходит впервые. До этого ее принимали Пермь, Мурманск, Москва и Подмосковье, Уфа и Хантмансиск. 1100 сотрудников Сбербанка из семи стран продемонстрируют свои умения в горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне и хоккей. Поборются за медали и кубки в личных и командных зачетах. Хоккейные команды бьются, что называется, до последней капли пота. И здесь у нас уже сложилось три лидера, три команды, которые, очевидно, в этом году покажут их хороший уровень игры и будут соревноваться на самом высоком уровне. У участников Сбербанкиады большие достижения не только в спорте, но и в дружбе и искусстве. Около 400 человек – болельщики и представители различных видов искусств. Их фестиваль пройдет наряду со спортивными состязаниями. Будут и так называемые «хелф-поинты» и масса других познавательных и полезных мероприятий. Здесь будет также квест. Квест по горной части, который будет связан и с теорией, и с практикой. Это наши внутренние уже задумки, которые мы хотим предложить всем участникам игры. Обещаю, что будет суперинтересно. Интересно, весело и зрелищно уже было на церемонии открытия Сбербанкиады. Команды встречали почетные гости – председатель правления Сбербанка России, президент Олимпийского комитета и легенда российского спорта Владислав Третьяк. После пожеланий участникам успехов и высоких результатов состоялся праздничный концерт, салют и запуск воздушных шаров. «Ты и я, мы одна команда, сегодня наш дарец огня!» Впереди три соревновательных дня. Итоги Сбербанкиады подведут 29 февраля. Татьяна Коваркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.